Всем привет! Сегодня на канале «Научу учиться» поговорим об очень важной, но очень сложной теме. Тема эта звучит так – благотворительность и ребёнок. Если честно, я сама много и часто об этом думаю. Вот он подрастает, мой подросток. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы он был гуманным, мне хотелось бы, чтобы он был неравнодушным, если видят, что рядом кому-то плохо. И самое главное, чтобы он мог этим людям как-то помочь. А вот как? Это ведь хорошо смотреть на красивые картинки, как где-то не в нашей стране ребёнок растил волосы, отстриг их, сдал в какой-то фонд, получил за это деньги, ну и перечислил их соответственно. А у нас так коснёшься, и непонятно, а как помочь-то? Взрослые всегда могут деньгами. Масса есть способов перевести их, и масса фондов, готовых их принять, но мы-то говорим о ребёнке и благотворительности. В общем, пришлось мне пошерстить интернет, и какие-то интересные вещи удалось найти. Давайте я с удовольствием поделюсь этими находками с вами, ну а вы каждый сделаете выводы для себя и подумайте, стоит ли рассказывать об этом детям, надо ли привлекать их к благотворительности, или пусть растут, не ведая того, что есть люди, есть дети такие же, которым действительно трудно и которым можно и нужно помогать. Но давайте обо всём по порядку. Я думаю, что вопрос, надо ли детям заниматься благотворительностью, всё-таки большинство из вас вызывает однозначный ответ. Да, конечно. Почему? Всё объяснили. Люди, грамотные, давно и плотно благотворительностью занимающиеся, выделяют несколько важных этапов. Этап первый. Это помогает менять мир. Но согласитесь, у детей у наших не так уж много возможностей сделать что-то такое, что можно потом сказать, смотрите, я это сделал, и оно привело вот к таким-то результатам. Благотворительность – одна из возможностей. Второе – это, конечно же, повод поговорить о социальных проблемах. Ну, у нас с вами не так много, наверное, свободного времени, чтобы вот абстрактно ни с того ни с сего посадить напротив нашего дитятка и завести с ним речь о том, что хорошо, что плохо, что вот есть вот такие вот возможности, а есть те, у кого нет таких возможностей. Это всё абстрактные беседы. Сложно вообще разговаривать на абстрактной теме. А тут под эгидой благотворительности многие вопросы можно затронуть и пусть знают, да, что наш мир устроен не так радужно, как нам хотелось бы. Третий важный момент для ребёнка – это возможность стать частью сообщества. Если вы, может быть, с друзьями, может быть, с соседями, может быть, вы работаете в такой организации, которая давно и плотно занимается благотворительностью, сумели организовать благотворительный спектакль, благотворительную ярмарку, что-то, где дети могут поучаствовать активно, что-то сделать своими руками, сыграть роль, ну и так далее, и так далее, что я вас буду учить очевидным вещам, то для ребёнка это важно, потому что он видит вокруг людей, людей, которые также горят вот этой общей задачей, и совместно у них получается эту задачу решить. Тоже не так много у нас возможностей, помимо, наверное, благотворительности, где ребёнок может себя вот с этой стороны проявить. Ещё один момент для меня неожиданный – оказывается, благотворительность вполне может помочь ребёнку определиться с профессией. Волонтёрство – это способ попробовать себя в разных ипостасях, понять вообще, а что тебе интересно, а ты готов общаться с людьми много и плотно, или ты готов помогать им другим способом, не контактируя, на то тоже есть различные способы и возможности. Но ещё специалисты говорят, что заниматься благотворительностью – это приятно и весело, потому что это только Шипакляк говорила, что «Хорошими делами прославиться нельзя». Можно. Можно почувствовать благодарность, которая идёт от другого человека, ну и тихо радоваться тому, что сделает мир капельку лучше. В общем, заниматься благотворительностью детям, наверное, необходимо. Но вот как? Давайте смотреть, что они у нас реально делают. Добрые крышечки собирают. Я сейчас про пластиковые крышки от молочной продукции, в частности. Ну, в московских школах – да. Макулатуру два раза в год непременно. В батарейке стоят контейнеры. Но это речь идёт о больших городах. В малых, наверное, с этим сложнее, и не все в этом заинтересованы, ну и просто нет возможности, да. Это же не просто собрать надо, это нужно потом куда-то отправить на переработку. Что ещё делают? Очень многие, я знаю это, по крайней мере, опять же, в больших городах, участвуют в благотворительных акциях, проходит она каждый 1 сентября, каждый день знаний, когда не покупаются букеты каждым учеником, а покупается один букет, ну, от класса, а деньги, которые мы, родители, потратили бы на цветы, перечисляются в тот или иной надёжный, знакомый вам, ну, может быть, не лично знакомый, а знакомый по отзывам, да, известный, но слуху находящийся благотворительный фонд. Что ещё? А вот так сходу я, пожалуй, больше ничего не вспомню. Конечно, мы понимаем, что благотворительность начинается с отношений в семье. Готов ли ребёнок помогать родственникам? Готов ли он выполнять какие-то обязанности, которые ему, может, и не хотелось бы исполнять, но вот так надо, так принято в человеческом обществе. Если же говорить о каких-то глобальных вещах, вот тут вот мы опять же упираемся в то, что неплохо бы переводить деньги. Но деньги — это взрослая история. У ребёнка, даже если у него есть карманные деньги, это всё-таки не его, да, это опять же то, что дали родители. Наверное, всё, что нам остаётся, это обращать его внимание на то, что делаете вы, взрослые. Если я ежемесячно перевожу некое пожертвование в какой-то фонд, почему я это делаю? Расскажите ему, кому я помогаю, почему мне кажется это важным. Если я ежемесячно, ну или регулярно, например, собираю старую одежду, сортирую её, чищу предварительно, упаковываю и отвожу потом туда, где она нужнее, опять же, привлеките к этому ребёнку. У него тоже есть игрушки, у него тоже есть одежда, из которой он вырос. Чем он готов поделиться? Кому это может быть нужно? Почему это может быть важно? Я понимаю, что я сейчас говорю прописные истины, но вот так вот не задумаешься о них, не расскажешь ребёнку. А кто ему ещё расскажет? Давайте посмотрим, что есть ещё интересного из того, что мне показалось. Понятно, оно всё важно. Тут вот как выберешь, как сравнишь. Но из того, что можно действительно посмотреть вместе с ребёнком и принять решение. Смотрите, есть такой фонд, всем известный, но точно на слуху он называется, он «Подари жизнь». И они придумали акцию под названием «Подарок отважных людей». Двойная тут смысловая нагрузка. Важные мы друг для друга, а отважные те дети, которые борются за эту жизнь и прикладывают невероятные какие-то усилия. Смотрите, отважные художники. Можно посмотреть, можно полистать портретную галерею, кто вообще эти ребята. Вот Кирилл, увлекается футболом, снимает видео. Вот, например, Валя, которая рисует, лепет и делает вообще всё своими руками. А вот Вика, для неё отважные люди — это супергерои. И эти отважные, важные люди нарисовали открытки. Смотрите, они разные. И вот здесь как раз можно сесть с ребёнком и сказать, смотри, ребята нарисовали. Мы можем выбрать с тобой картинку и купить её за ту сумму, которая нам с тобой и нашей семье кажется возможной. Выбрали картинку, написали вот здесь вот поздравительные слова, оплатили и отправили тому, кого вы считаете важным человеком. Мелочь. Но вот тут, мне кажется, опять надо объяснять ребёнку, что нет в таком деле мелочей. Нас много. И если каждый вложится по чуть-чуть, уже будет хорошо. Можно, например, если у вас подросток, посмотреть на мерчи, которые тоже выпускают многие благотворительные фонды, и сказать ему, ты хочешь худи или новую футболку? Пусть это будет не просто футболка. Пусть она будет с надписью, которая показывает, что ты часть этого сообщества, а деньги опять же пойдут на пользу, но в первую очередь на поддержку больных детей. Вот сейчас я вот прям, я слышу, как кто-то из вас говорит, почему вообще мы должны этим заниматься? Зачем вообще нужны эти благотворительные фонды? И наш любимый вопрос, а где государство? Почему государство считает возможным тратить невероятные деньги на что угодно, но только вот не на поддержку, не на здоровье этих детей? У меня нет ответа на этот вопрос. Я его себе не задаю. Так сложилось. Мы живем в прилагаемых обстоятельствах. Можем изменить обстоятельства? Вот на столичке можем. Ну, значит, меняем. Что еще из интересных благотворительных фондов можно показать детям? Вот такой есть фонд, тоже известный. Старость в радость. У каждого же из наших детей свои какие-то внутренние потребности. Может быть, ему тяжело или по каким-то причинам совершенно невозможно смотреть на больных детей, но он готов, например, писать открытки старикам, бабушкам и дедушкам, которые находятся в домах престарелых. И там тоже есть на самом деле масса правил. Эта переписка, она вот не просто сел и написал. Есть целый алгоритм, как это делать правильно, чтобы не задеть пожилого человека, не обидеть его, не вызвать у него каких-то ненужных ассоциаций. Но это ж надо поговорить, это нужно ребенку объяснить, а дальше авто и узнает. А может, он втянется и будет у него прекрасный дедушка по переписке. Особенно, если вдруг, как вот у нас в семье, например, уже нет дедушек своих. Еще одна широко распространенная тема, это, конечно же, приюты животных, куда можно отправлять и ненужное, скажем, постельное белье, и одеяло, и можно покупать корм и делать это регулярно. Можно, говорят, приезжать в какие-то приюты и гулять там с этими собаками. Я вот, например, не рискую, потому что я точно знаю, что мне скажет Алексей, попав в такой приют. Он тут же всех собак захочет забрать домой, а мы, к сожалению, ограничены в возможности иметь домашних животных. Но если у вас ребенок, понимающий, что вот так и никак иначе, тоже, наверное, стоит и можно попробовать. Еще один интересный момент обнаружила я, когда готовилась к этому выпуску. у нас самый, наверное, такой болезненный слой людей, нуждающихся в помощи, это бездомные. Почему болезненные? Потому что, ну, как правило, человек, находящийся на улице, выглядит непритязательно, пахнет плохо, чувств никаких теплых, добрых не вызывает, хочется обойти его вот так вот и ничего не сделать. Я оставлю в описании ссылку на статью от координатора ночлежки. Есть такой известный фонд, помогающий бездомным. Почитайте для себя. Сочтете что-то нужным рассказать детям, расскажете. Сочтете нужным помочь, поможете. Если эта статья, а она очень хорошо эмоционально написана, перевернет у вас отношение к бездомным, ну, что ж, прекрасно, значит, все не зря. Ну, и еще пара моментов. Фонд «Второе дыхание». Тоже оставлю ссылку. Мне пришлось прям покопать, поискать его. Это люди, которые принимают на переработку поношенную одежду. Что-то перерабатывается, что-то отдается в благотворительные фонды, в секонд-хенды и так далее, и так далее. Самое главное, что очень много возможностей эту одежду отдать. Поэтому, если ваши шкафы уже трещат по швам, «Второе дыхание» с удовольствием примет всю ненужную вам одежду и не только одежду. Ну, и на сладкое хочу рассказать про фонд, который называется «Ребукс». И это ребята, которые собирают ненужные вам книги. И если вам кажется, что книги ненужные вам, никому не нужны, вам кажется, понятно выражаясь, да, они отправляют эти книги в сельские библиотеки, они ставят их, знаете, вот такие вот книжные ящики, которые на улицах во многих городах уже находятся. В общем, они знают, что делать с книгами и как дать им вторую жизнь. И тоже оставлю все контакты в описании. Попробуйте, может быть, библиотека ваша домашняя тоже уже нуждается в большой чистке. О нашем опыте благотворительности. Он у нас, правда, мизерный, но если вот возвращаясь к крышечке макулатуры, батарейке, это все понятно. Но Алексей для себя в свое время решил, что есть две категории людей, которым он помогает. Помогает, ну, как может. Во-первых, он всегда берет листовки у промоутеров, которые их раздают. И несмотря на мои что-листовки вчерашний день, да зачем это, трата бумаги и так далее, он мне говорит, мама, ну, посмотри на этих молодых ребят, они же работают, мне же ничего не стоит им помочь. А второе, ну, конечно, тут с моей подачи, но по его эмоциональному порыву. Мы всегда, всегда, где бы мы не проходили мимо уличных музыкантов, обязательно оставляем деньги этим ребятам, потому что они, а, создают настроение, б, они действительно нелегко работают, попробуйте-ка попеть на улице хотя бы полчасика, да и еще раскрепоститься, чтобы суметь это сделать. Ну, и В, это выбор ребенка, а я его могу только поддерживать. Интересно, как вы участвуете в благотворительности, есть ли у вас фонды, которым вы всегда помогаете, или акции, которые вы провели когда-то и вспоминаете их до сих пор, пожалуйста, напишите в комментариях, мне кажется, это правда очень важная тема, о которой почему-то не принято говорить вслух, все так тихонечко что-то делают, что-то не делают, но мы-то с вами уже проговорили, поэтому рассказывайте, какой благотворительностью занимаетесь вы и какой привлекаете ваших детей. А я благодарю всех тех, кто это делает, ну и, конечно, тех, кто сейчас поставит лайк, подпишется на канал «Научу учиться», попутно, может быть, на наш Дзен и Телеграм-канал, а самое главное, по-прежнему будем готов делиться своими находками в области образования и не только. До новых встреч на канале «Научу учиться». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова